ДИСПЕЙС ТВ Привет, дорогие друзья! С вами Маракэси. Вы смотрите передачу Приколы и Баги, выпуск 74. Начнём мы с прикольного рикошета, который получился у ВЗ-111. Игрок стреляет в борт 54-ки и снаряд отлетел прямо в ПТ-САУ, которая стояла рядом. Ягдтигра 8,8. Замечательный рикошет получился. В итоге Ягдтигр долго не смог поиграть. Думал, что он тут сможет вытанковать как-нибудь от трубки, но 54-ка ему помогла отправиться в ангар. АМХ-1375 замечает арту ФВ-304. Решает он её уничтожить, едет прямо на неё, арта стреляет, но он ловко уворачивается от снаряда, арта падает вниз и он в итоге её раздавил и едет дальше в атаку. Вот так вот нужно уничтожать арту, чтобы она не мешала союзникам играть. И действительно всё получилось просто шикарно. Т-49 спокойно себе едет наверх горы, предвкушая, как он будет уничтожать союзников. Но тут он замечает впереди, вдалеке, в СЗ-132 вражеского светляка. Он стреляет и уничтожает его. При этом он его уничтожил без засвета, только по указке, по миникарте и с такого гигантского расстояния. В общем, крутой выстрел. Даже удивительно, что он попал. У этого британца или какое-то невероятное везение, или силовое поле, которое защищает его от вражеской арты. Появляется арта М44, она делает по нему выстрел. И посмотрите, снаряд пролетает прямо под днищем этого танка. Ну и просто невероятное везение. Наверное, игрок в этот момент испугался. Хотя, чего ему пугаться с такой-то удачей. В общем, очень даже смешно получилось. Т-49 поехал на монастырь. И встречает он противника. Тут тоже Т-49 стреляет по нему. Но в итоге снаряд прилетел прямо под Т-49 и попал в батчата. Вот такая вот смешная случайность. Хотя это даже к лучшему, потому что батчат гораздо опаснее. Это всё-таки 10 уровень. Может быть, у Т-49 такие вот самоуправляемые снаряды, которые поразили более опасную цель. В общем, получился зрелищный и красивый выстрел. Т-71 замечает ВЗ-120 и решает в порошке красиво его уничтожить. Прыгает, стреляет, наносит урон противнику. Не уничтожает его, но со второго выстрела взрывает ему БК. Ну и куда же без эпичных выстрелов с вертухана. Т-49 замечает вдалеке М-41 Бульдог. Сначала он не стреляет с вертухана, но потом всё-таки решает это исправить. Выстрел и М-41 Бульдог отправляется в ангар. Далее КВ-2 едет уничтожать последнюю арту. Естественно, делает он это тоже с вертухана. Выстрел и последний фраг у него в копилке. Далее ещё один КВ-2, который, естественно, любит в начале боя выстрелить с вертухана. Едет он, в общем-то, вперёд и сразу целится там, где противники могут появиться. Наверное, уже готовится использовать своё самое смертельное оружие. Вертухан. Выстрел и Чиню отправляется в ангар. Ну и опять наш замечательный КВ-2 замечает противника, стреляет по нему с вертухана и забирает, конечно же. Дальше мы посмотрим, на что способна арта на бронебойных. Стоит тут 34-ка, выцеливает противников. Всё вроде бы хорошо. И через некоторое время стреляет по ней арта бронебойным и попадает в гуслю. Да, повезло 34-ке. 34-ка спрашивает, ты что, бронебойными стреляешь? На что арта отвечает? Типа, ну зато если попаду точно, то сразу насмерть. И давайте же дальше смотреть, как она будет попадать по 34-ке. Наш герой по-прежнему стоит тут, перестреливается. И снова выстрел арты. И снова гусля. Вы только представьте, сколько он там времени тратит на сведение. И в итоге стреляет и попадает в гуслю и не наносит совершенно никакого урона. Третий выстрел тоже попадение в гуслю. Вот такая вот вражеская арта. Ягдтигр 8.8 небрежно выяснился по центру. В итоге противники на него сагрились, начинают по нему стрелять и сбивают ему гуслю. Ягдтигр не чинится, ремонт у него не прокачан. И он не взял ремкомплект. И аптечку. И огнетушитель. Вообще, по-моему, ничего не взял, кроме снарядов. Вот такой вот игрок не пользуется расходниками, типа это для слабаков. Ну, посмотрите, что происходит. Сколько урона по нему прилетает. И сколько он вытанковывает. То есть просто по центру выехал чувак, и еще его полчаса не могут убить. Сколько уже выстрелов по нему произведено. Сначала хп вроде бы у него быстро исчезали, но потом он включил какой-то читмод и начинает вытанковывать нереальное количество урона. Но в итоге его все-таки убивают. Игрок на РУ-251 встречает противника, который тоже играет на ружке. Тот разгоняется, пытается запутать нашего героя. Но потом просто как-то нелепо падает с горы и разбивается. Как у него это получилось? То есть он что, включил автоприцел и просто зажал кнопку вперед? В итоге вот так вот смешно разбился. Наверное, игрок на ружке долго смеялся. Потому что такое бывает не каждый бой. Игрок на АМХ-1375 встречает ПТ-САУ Ягдтигра 8.8. Решает он его закрутить, ПТ-шка стоит как раз сзади и можно спокойно разбирать ее в корму и наслаждаться. Правда, наш светляк немного об нее ударился и снял себе 76 хп. Потом у него заканчиваются снаряды, он перезаряжается и последний снаряд всаживает в Ягу. И далее он совершает такой смешной поступок, он пытается ее затаранить и уничтожается в ней. Естественно, Яга гораздо тяжелее и тараном он ей хп не снял. Хорошо, что в этом бою удалось затащить, ну а так бы этот не самый умный поступок мог бы повлиять на результат этого боя негативно. Советую почаще использовать указку на мини-карте. Кстати, очень даже полезная вещь. Можно по ней вот так вот прицелиться и выстрелить по противнику, которого не видно из-за того, что не хватает дальности отрисовки, и уничтожить его. Поехали. Ну и ждать окончания розыгрыша. На этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и также присылайте свои реплеи, за которые вы можете выиграть голду. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!